Всем привет! Смотрите наш топ-программ восстановления данных на диске с файловой системой ZFS. Файловая система ZFS это революционно новая файловая система, которая коренным образом меняет способ администрирования файловых систем, обладая функциями и преимуществами, которых нет ни в одной другой файловой системе, доступной на сегодняшний день. ZFS надежна, масштабируема и проста в администрировании. ZFS отходит от принципов традиционных файловых систем за счет отказа от концепции томов. Вместо них ZFS предлагает более сложные сторидж-пулы, состоящие из одного или более записываемых носителей данных. Носители могут добавляться и удаляться из пула по мере необходимости. Файловые системы динамически расширяются или урезаются, без переразметки конкретных носителей. ZFS обеспечивает постоянно согласованный дисковый формат. Эта модель гарантирует, что дисковые данные не перезаписываются, достаточно длительное время, и все обновления в файловой системе вносятся атомарно. Но все же, как и любая другая файловая система не идеальна, в которой случаются сбои и теряются данные. Далее в видео мы рассмотрим тот программ, который способен вернуть такие данные. Для начала давайте разберем структуру файловой системы ZFS. Данная файловая система разбита на 7 основных компонентов. Storage Pool Allocator, Data & Snapshot Layer, Data Management Unit, ZFS Attribute Processor, ZFS POSIX Layer, ZFS SynetLog и ZFS Volume. Пулы ZFS выполнены в виде совокупности виртуальных устройств двух типов – физических и логических видев. Физические видев – это записываемые блочные устройства, к примеру, диски. Логические – это объединенные группы физических дисков. Видев образует дерево, листьями которого являются физические устройства. Все пулы имеют специальный логический видев, который является корнем этого дерева. Все ветки корневого видев называются виртуальными устройствами верхнего уровня. Каждое физическое виртуальное устройство содержит структуру размером 256 кБ, называемую видевметкой. Эта метка содержит информацию о данном устройстве и о всех виртуальных устройствах видев, с которыми она разделяет видев верхнего уровня. Метка состоит из четырех частей. 8 кБ пустого пространства, 8 кБ заголовка загрузочного блока, 112 кБ пар имен, значений и 128 кБ хуберблок структур. В отличие от других файловых систем, в ZFS нет такого понятия, как суперблок. В данной файловой системе есть понятие «видев лейбл». В структуре их всегда 4 штуки, и каждый занимает 256 кБ, расположенные они следующим образом. В начале диска находятся нулевой и первый, а второй и третий размещены аналогично только с конца диска. Видев лейбл находится в биртблоке, в которых размещены ссылки на данные. Если затереть один из видев лейбл, в программы для восстановления данных могут возникнуть некоторые трудности при поиске информации на диске. Далее в видео я покажу, как восстановить удаленные данные ZFS диска и как восстановить данные, если часть структуры файловой системы была затерта. Итак, в операционной системе Linux я создал пул с файловой системой ZFS, записал на диск файлы, несколько папок с фото, видео и немного документов, а затем удалил часть данных. Для тестов мы отобрали несколько самых популярных программ для восстановления данных. Это Hetman Raid Recovery, UFS Explorer, Reclaim, DiskGrill, Wondershare Recovery и AirSaver. Итак, приступим к тестированию программ. Подключаем наш диск ZFS. Windows не распознает файловую систему ZFS. После подключения диска вы увидите, что система не распознала устройство. И чтобы использовать диск, предложат его отформатировать. Форматировать ничего не нужно. Запускаем первую утилиту Hetman Raid Recovery и сканируем диск. Как видите, программа отображает диск, определила файловую систему, отображает имя и его размер. Для отображения содержимого и поиска удаленных файлов жмем по накопителю правой кнопкой мыши «Открыть». При таком сценарии достаточно выполнить быстрое сканирование. Данный тип анализа довольно быстро просканирует накопитель и отобразит результат. Его сейчас вы видите на экране. При таком удалении программа без труда находит данные, отображать все файлы, которые были на диске. Удаленные отмечены красным крестиком. Полный анализ и поиск по сигнатурам в таком случае не нужен. Так как это довольно длительный процесс, это сэкономило нам кучу времени. Содержимое всех файлов можно посмотреть в предварительном просмотре. Также здесь есть поиск по имени файла, который поможет быстрее найти нужную информацию. Файлы удалось восстановить в полном объеме. При этом сохранилась структура диска. Все файлы и папки на своих местах, что значительно упрощает визуальный поиск утерянных данных. Программа без труда и без особых затрат по времени нашла и восстановила ранее удаленные данные с диска с файловой системой ZFS. Запускаем следующую утилиту UFS Explorer. Отображается имя диска, объем и ниже раздел с файловой системой ZFS. При просмотре содержимого каталога отображаются только файлы, которые остались на диске. Удаленных нет. Запускаем быстрое сканирование. Быстрый анализ показал тот же результат. Запускаем поиск утерянных файлов. Убираем здесь лишние отметки. Если этого не сделать, процесс сканирования может затянуться. В свою очередь, минус для неопытных пользователей, которые вряд ли снимут данные отметки. Поиск утерянных файлов небольшого накопителя 15 гигабайт занял более 15 минут. Соответственно, на сканирование накопителя большого объема потребуется немало времени. В результате, программа нашла удаленные данные. Они выделены другим цветом. В предварительном просмотре можно посмотреть только фотографии. Еще один недостаток. Так как непонятно, удастся ли в итоге их восстановить. И не будут ли файлы повреждены. Также неудобно, что до покупки полной версии вы не узнаете этого. Запускаем следующую утилиту Reclaim. В начальном окне программы диски не отображаются. Сначала программа просит настроить прокси-сервер. Затем идет окно регистрации. Затем настройка сканирования дисков. После программа начнет анализ подключенных накопителей и выведет их в список на экран. Что тоже занимает некоторое время. Программа считывает служебную информацию, определяет файловую систему, имена и т.д. По окончанию видим список определившихся устройств. Вот наш тестовый диск. Развернув его, видим раздел с файловой системой ZFS. Отмечаем и запускаем сканирование. В следующем окне будет выбор анализа. Оставляем рекомендуемый. Убираем лишние отметки из файловых систем. Программа определила файловую систему, но при этом отметки стоят на всех. Если отметки оставить, процесс анализа займет больше времени. Жмем старт. В результате программа нашла некоторые файлы. В предварительном просмотре можно посмотреть содержимое только из равкаталога. Остальное не отображается. Удаленных нет. Не сохранились имена файлов и разрушена структура диска. Документы программа не нашла. Скорее всего, для поиска удаленных файлов понадобится глубокий анализ. Жмем резум для запуска. Процесс глубокого сканирования накопителя 15 гигабайт занял более 30 минут. Программа при анализе использует поиск по сигнатурам. Это можно определить по тому, как отсортированные файлы. При большом объеме накопителя такой анализ может продлиться довольно долго. В итоге документы в предварительном просмотре не отображаются. Некоторые из найденных фото повреждены. Та же ситуация с видеофайлами. Некоторые из них тоже повреждены, потому как воспроизводятся не в полном объеме. Утеряна структура имена файлов. Много поврежденных. В процессе сохранения будут восстановлены не в полном объеме. Следующая на очереди диск-грилл. Программа видит устройство, его имя и объем. Раздел с файловой системой не определился. Быстрое сканирование для данного накопителя недоступно, так как программа не определила файловую систему. Доступен только глубокий анализ. Жмем искать данные. При таком сканировании программа так же ищет файлы по сигнатурам. Имена файлов и структура диска в таком случае не сохраняется. Анализ длится довольно долго. По времени анализ занял больше, нежели в других. Так как имена файлов не сохранились, найти какие из них были удалены сложно. И определить результат так же довольно трудно. В предварительном просмотре видим, что некоторые фото и видео повреждены. Найденные документы не отображаются. Некоторые из удаленных данных программа нашла, но здесь нет быстрого анализа. Удаленные файлы никак не помечены. Именно они сохраняются в файлоразборственных папках по типу. Поиск нужных затруднен. Анализ довольно продолжительен по времени. Учитывая результат предыдущих, лучше выбрать другую программу. Следующая утилита Wondershare Recovered. Программа введет наш тестовый диск, но имей раздел с файловой системой неопределен. Для данной файловой системы нет выбора типа анализа. При попытке открыть диск сразу же запускается полный анализ. Данная программа в процессе анализа использует поиск по сигнатурам. Файлы, так же как и предыдущих утилит, отсортированы по типу. По окончанию анализа видим, что программе удалось найти файлы. Некоторые спота повреждены. Предварительный просмотр видео ограничен до 10 секунд. В итоге определить, удастся ли программе восстановить его в полном объеме нельзя. В документах можно посмотреть только первую страницу. Остальное только после покупки полной версии. В итоге можно сказать, что программа поддерживает ZFS, но некоторые из файлов повреждены. А так как непонятно, какие из них были удалены, сложно определить результат. Следующая утилита AirSaver. Программа видит наш диск. Определить файловую систему не удалось. Диск имеет неизвестный формат. Открыть файловую систему без сканирования не удалось. Запускается глубокий анализ. В итоге программа нашла файлы. В корневой папке отображает удаленные фото. Их содержимое можно посмотреть в предварительном просмотре. Документы в предварительном просмотре не отображаются. Видео, которые остались на диске и которые были удалены, найти не удалось. Также нет одного каталога с фото. Видео в предварительном просмотре не отображаются. Сохранена даже структура диска, но все же один каталог утерян. Как для бесплатной утилиты, показала неплохой результат, но особо надеяться на нее не стоит, так как большую часть информации восстановить не удалось. Для следующего теста я затру главные виды в лейбл. Результат я сохраню в образ диска и дальнейшее восстановление будем производить с образа. В дальнейшем тесте будут участвовать только программы, которым удалось восстановить данные в полном объеме и сохранилась структура диска. Это Hetman Raid Recovery UFS Explorer. Приблизительный результат остальных нам известен. Итак, запускаем Hetman Raid Recovery. Как видите, в таком случае программа определяет диск, имя, файловую систему. Даже доступно быстрое сканирование. Результат такой же, как и до затирания. Все фото, документы и видео отображаются, удаленные с отметкой. Сохранены их имена и структура диска. Ни один из файлов не поврежден. Их содержимое можно посмотреть в предварительном просмотре без каких-либо ограничений. В результате вы можете быть уверены на 100%, что эти файлы программа восстановят в полном объеме. запускаем следующую утилиту UFS Explorer. Здесь нет быстрого анализа. Запускаем поиск удаленных данных. В итоге программа показала тот же результат. Программа нашла удаленные файлы. Они здесь отмечены другим цветом. Предварительный просмотр работает только для фотографий. Это большой недостаток, так как до восстановления неизвестно, удастся ли программе восстановить их в полном объеме. А для восстановления нужно покупать полную версию программы. Поэтому нет никакой уверенности о ее работоспособности. Еще один недостаток, так и непонятно, удастся ли в итоге их восстановить и не будут ли файлы повреждены. Также неудобно, что до покупки полной версии вы не узнаете этого. Детальнее, посмотрев фото, видим, что некоторые тоже не отображаются. Итак, что можно сказать в заключении? Из списка тестируемых две программы нашли данные с сохранением структуры диска и имен файлов. Hetman Raid Recovery UFS Explorer UFS Explorer не отображает в предварительном просмотре документы и видео. Без сохранения файлов сложно оценить, получится ли восстановить файлы в полном объеме. Это неудобно, потому что для восстановления нужно купить полную версию программы, а в итоге может оказаться, что файлы битые и часть видео или документы не отображаются. Программа Hetman Raid Recovery отображает все файлы в предварительном просмотре, и вы сможете оценить результат программы перед покупкой полной версии. Имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс, который не вызовет труда даже внеопытных пользователей. Программа позволяет сохранить структуру папок и название файлов, что прочает поиск нужных данных и экономит ваше время. Алгоритм программы позволяет восстановить данные, даже если затереть большую часть структуры файловой системы. И если на диске остались хоть какие-то данные, она способна их восстановить и отобразить пользователю, так как в процессе поиска используйте сигнатурный анализ. Помимо этого, программа поддерживает восстановление с RAID массива в различных уровнях, включая RAID Z и большинство файловых систем. Поможет собрать разрушенный дисковый массив и достать утерянную информацию. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.